Все мы знаем построенный Тамерланом мавзолей на могиле тюркского поэта и основателя суфийского ордена Ясавия Ходжи Ахмеда Ясауи. Первый объект всемирного наследия из Казахстана. Сейчас я расскажу и покажу еще несколько не менее прекрасных шедевров архитектуры Центральной Азии. Мавзолей основателя исламского суфийско-дервишского ордена, поэта и представителя династии сифивидов, шейха Сифи Аддина в иранском Ардебеле. Здание построил сын шейха Садр Аддин Муса после смерти отца в 1334 году. Здесь хоронили представителей правящей династии и их жен, а также воинов, павших в ходе кровопролитных сражений. Это не только великая святыня, но и комплекс выдающихся произведений искусства, включающий мозаичную плитку мукарнас, красивые лепные надписи и каллиграфию великих сифивидских художников, резьбу по дереву, творение серебряных дел мастеров, иллюминированные рукописи и по золоту, живопись и многое другое. Археологический комплекс Тахте-Сулейман или трон Соломона относится к сасанитской эпохе. Более полутора тысяч лет назад здесь была возведена величественная крепость Азергушасп, что в переводе означало «огонь царей-воинов». Это был центр зороастрийской религии в III веке н.э. Главное святилище, украшенное лучшими мастерами своего времени. В VII веке эту местность захватили арабы. Жрецы, чтобы спасти храм от неминуемой гибели, придумали легенду о том, что царь Соломон заточил бесов внутри огромного вулкана Зидене-Сулейман. А в стенах храма создал пруд. Благодаря этому арабы с уважением отнеслись к якобы творению Соломона и не стали разрушать храм. За них это сделало время. А в следующем видео я расскажу об утраченных шедеврах центрально-азиатской архитектуры. Хотите знать больше об истории памятников Великого Шелкового Пути? Ссылка на виртуальную выставку ЮНЕСКО в описании.